Супер! Мы, в принципе, в эфире. Я предлагаю начинать, потому что разговор у нас сегодня будет такой, мне кажется, очень интересный. И если будем тормозить, то будет очень-очень долгий, потому что реально есть что обсудить. Тем и вопросов для обсуждения очень много. Я предлагаю сразу начать с инфраструктурки. Я вижу, что плюсики нам ставят, люди уже подключились, это отлично. Давайте сначала поговорим про инфраструктурные заявления. Ряд должностных лиц как обезличено, так и не обезличено. Начиная с Минфина, заканчивая Центральным банком, а регулятором сделали достаточно громкие и серьезные заявления, которые какие-то вещи назревали, какие-то вещи рынок уже давно ждал, какие-то вещи для нас с вами, как для инвесторов, но они абсолютная новость. И первое, с чего хотелось бы начать, это компенсационный фонд, который Центральный Банк планирует организовать, я так понимаю, для того, чтобы компенсировать убытки инвесторов, чьи активы оказались заблокированы. Возможно, кстати, наверное, тех инвесторов, кто попал под раздачу в рамках отсутствия сегрегированных счетов с этим маржин-колом. Вот что вы по этому поводу думаете, как эта история может выглядеть и для чего ее вообще вводят? Если мне не изменяет память, по-моему, какой-то компенсационный фонд был, куда профучастники скидывались. Нет, но здесь, естественно, речь идет не о том компенсационном фонде, который делали профучастники, это копейки, а заблокированы колоссальные размеры, колоссальных размеров активы. Поэтому, смотри, речь идет о совершенно другом. В принципе, это идея красивая. То есть, ребята, вот вы пострадали, давайте мы как-то решим эти вопросы. Но дальше начинается дьявол, который в деталях. А вот детали у нас такие, которые мне лично непонятны. Пункт первый. По каким ценам? Вот выкупать, не выкупать. Пункт второй. Кому? Ну, то есть, вот задаю вопрос. Например, россиянин является пасчиком иностранных фондов, в которых есть российские активы. Его это касается или не касается? Я не знаю. Вот он приходит, допустим, в эту организацию. Будет какая-то создана организация. Собственно говоря, я не так давно участвовал в этой вот тусовке. Я имею в виду тусовка Центрального банка. Когда собрали тут, как говорит Дима Потапенко, блохеров. Ну, я не считаю, что я блохер вообще-то, но неважно. Блохер. Вот. И, ну, скажем так, тех, у кого большая аудитория. И поговорили о том, что вот видят, какие проблемы, ну и так далее и тому подобное. Ну, хорошо. Я говорил о том, что, ребята, надо создавать какое-то государственное агентство, которое будет заниматься вопросами заблокированных активов, переговоров, судов, разбирать, например, с ценами. То есть, смотри, проблема же в чем? Перебросили, например, от одного брокера к другому активу. По каким ценам приобреталось, а бог его знает. Налоговый идет цыпа, иди сюда, будешь продавать, мы с тебя полностью берем налог. Ну, естественно, человек говорит, караул, а что сделать-то? Докажи, по какой цене ты покупал. А вот. Ну, все. Понимаешь, то есть, вот и самое главное сегодня непонятно, кому бежать. К ВТБ, Кальфель, Просельхозу, Киту, кому? К Катону. Понимаешь, каждый говорит, а мы здесь при чем? Это не к нам. И он по-своему прав, логика у него есть. Но в итоге получается, ну, извини, фигня. В итоге, да, кстати, кто-то говорит, иди в Нардеву, вообще все у тебя там. Мораль. Должна быть какая-то организация, которая будет решать эти вопросы, потому что есть одна глобальная проблема. Это невозможность людей распоряжаться своими активами. Второе. Люди ничем не виноваты. Они ничего не сделали противозаконного, они попали в беду, потому что возникли определенные расклады, но это уже переход к другой тематике. Значит, если это возникло, государство, по идее, это та же пандемия, только рукотворная. Возникла пандемия, значит, поскольку человек не виноват, его надо как-то спасать. Вот и все. Ну, а дальше уже начинаются и в Сен-Бац. Что я имею в виду? По каким ценам? Кто куда? Какая организация? Кто ей будет заниматься? Какой бюджет у нее будет? Будет ли она автоматизирована или это будет «Алло, мы до вас не можем дозвониться». Тоже может быть. Понимаешь, поэтому идея хорошая, правильная, справедливая. А дальше нюансы. Смотрите, вот такой вопрос. Когда вообще вся эта история началась с этой блокировкой, брокеры российские, в частности, выходили к инвесторам и предлагали выкупить ценные бумаги по договорам купли-продажи. Я вот как человек, близко стоящий, соответственно, к профучастникам, своими глазами видел различные конструкции договоров с отложенными обязательствами, где, соответственно, человеку резко понадобились деньги, инвестор, он готов какую-то организацию эти бумаги впарить, и при этом, соответственно, передача этих бумаг состоится после того, как счет разблокируют. Вот как вы относитесь к таким инициативам? Стоит ли в действительности инвесторам на эту историю идти или все-таки дождаться определенных инициатив, которые разрулили бы эту историю со стороны нашего регулятора? И то, что вообще, в принципе, эта история была озвучена, это слава богу. Собственно, я считаю, что регулятор обозначил, что проблема есть, проблему признают и проблема в действительности заинтересована. В общем, ждать или продавать? Валер, а вот на этот вопрос нет ответа. Объясню, почему. Много раскладов. Давай вот разыграем варианты. Вариант первый. На завтра у нас возникает какое-то агентство, что-то решается, спускаются инвесторонитяне, они нас всех спасают, и в итоге все хорошо, и активы разблокированы российские. Вероятность полпроцента, четверть процента. Но такая вероятность есть? Есть. Другой расклад даю. Геополитическое напряжение достигает нового пика. Может такое произойти? Может. Запросто. Новые санкционные пакеты. Ну, а дальше уже, так сказать, фантазии начинают работать, что могут делать с облокированными активами. Соответственно, в этом раскладе, вот в первом раскладе тот, кто сегодня продал, он дурак. Во втором раскладе тот, кто сегодня купил, он дурак. Логично? Поэтому, вот серьезно, если мы опасаемся, что ситуация будет раскручиваться по нарастающей, тут факторы неэкономические. Если ты меня спросишь, вот какой я могу ждать, там, инфляцию в еврозоне или в России, я тебе скажу, вот факторы такие, исходя из этого, очевидно, тут следует ждать того-то или того-то, того-то. Поскольку это факторы неэкономические, и более того, здесь ситуация абсолютно непредсказуемая, то кто-то явно дурак, кто-то умный. Теперь, тот, кто, например, второй расклад, то есть те, кто сегодня покупают, они же закладывают в действительности огромные дисконты в ценах. Огромные дисконты. Почему? Ну, потому что они понимают, что риски огромные. И они покупают, кто-то может сразу конвертировать, кто-то нет, кто-то может получить деньги в итоге по схеме своей, кто-то нет. Кто-то будет сидеть с этими активами, ожидая, так сказать, что вот я посижу полгода, и как-то нормализуется ситуация, и будет обмен финансовыми военнопленными. Ну, то есть тамошние заблокированные, тутошние заблокированные. Дальше, ты же видел, например, тот же Костин предложил какие-то варианты, еще предложил. Соответственно, возможно, спреды будут сокращаться. Они, кстати, уже сейчас сокращаются. Спреды между там и тут. Соответственно, но есть другие расклады. Усиливается сенсационное давление, конфискация активов. Может быть такое? Да все может быть. Поэтому дать здесь совет я не имею права. Ни по моральным признакам, ни по тому, что я действительно этого не знаю. И тут многое зависит, знаешь, от чего? От внутреннего состояния человека. То есть тебе деньги нужны завтра, у тебя нет вариантов. Ты идешь и делаешь по тем ценам, которые возможны. Тебе деньги нужны через, не знаю, две недели, ты сидишь и ждешь. Ну, две недели, это завтра, по сути. Тебе деньги нужны через полгода. Окей, ты выбираешь лучший момент. Может, спредсор. Может быть, есть, знаешь, какая еще тактика? Что-то я делаю сейчас, что-то я делаю чуть позже. Пытаюсь найти какую-то наиболее комфортную цену. Деньги тебе нужны через 10 лет. Ты говоришь, догорена ясным огнем, либо все, либо ничего. Такие тоже варианты. Многое зависит от того, какой это процент от твоих вообще активов. Если заблокированные деньги, вот у меня, например, тоже есть на приложении какие-то заблокированные активы, там, пара-тройка бумажек. Так я вообще на них не смотрю. Это сумма, там, несколько тысяч долларов. Как я посмотрел, сам обалдел, насколько немного. Ну, так получилось. Я немножко не увлечусь. Да, у меня есть заблокированные активы. Я сказал себе, я не буду вообще ничего делать, я забываю про них. Там несколько бумажек. Я прошу прощения, здесь недалеко дети вопят играют в футбол. Надеюсь, не очень шумно. Ничего не слышно вообще, все нормально. А, ну, прекрасно. А то, знаешь, очень смешно. Я сейчас на Кипре, тут жара дикая. Так я у себя включил кондиционер, а батарейки не очень хорошо работают. Не могу включить и выключить. У меня там просто арксикополюс. Я выбрался на балкон. Вот здесь как бы нормально, уже комфортно. Вечер уже не так жарко. Поэтому, ну, тут во дворе дети играют в футбол. Вот, поэтому, смотрите, значит, ситуация такая. Как я говорю, здесь каждый решает для себя сам. И каждый делает это исходя из своих раскладов. Как быстро нужны деньги. Как он готов рисковать. Для кого-то не вариант. Понимаешь, нужно просто вытащить сегодня, потому что нужно есть. Нужно пить. Понимаешь, для людей это были, например, деньги, которые они располагали для своей повседневной жизни. И вот доброе утро. Они говорят часто, слушайте, дайте нам половину, но, ну, как бы, сегодня. На самом деле, это достаточно интересная позиция. Вот уже неоднократно, да, обсуждали все ТТИС третьего типа. Говорили о том, что есть некая такая абстракция, да, как там условно моральный вред с точки зрения юриспруденции. Ситуацию, которую, собственно, центральный банк характеризовал. Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в затруднительном жизненном положении, в тяжелом положении и так далее. Вот, мне кажется, самое время категоризировать эту категорию из той массы, у кого эти активы заблокированы, этих людей. Выделить и льготы им какие-то предложить. Это было бы правильно, мне кажется. Там, допустим, какие-то кредитные комикулы без начисления процентов, еще что-нибудь. Потому что нужно дать называть вещи своими именами. Это форс-мажор, я считаю. Это абсолютный форс-мажор, но ты же понимаешь, у нас же любят называть все другими именами, чтобы не называть, чтобы это в итоге приводило не к тем последствиям, которые хочется. У нас же и пандемию тоже не считали как бы пандемией и не форс-мажором. То есть, смотри, я тебе скажу так. Здесь в самом названии кроется вот как раз форс-мажор, не форс-мажор. Это первое. Второй очень важный момент. Понимаешь, какая штука? Вот когда я говорил как раз на встрече с представителями Центробанка, кстати, спасибо им за организацию такой встречи и возможность честно высказаться, есть эти записи всего этого дела, поэтому повторять особо не буду. Я там много ничего наговорил, достаточно так рубил правду матку. И, к сожалению, времени было очень мало, смог процентов, наверное, 25-30 от того, что приготовил сказать. Но, тем не менее. Так вот, понимаешь, проблема состоит в том, что вообще, по моему мнению, должна быть госорганизация, которая будет не госорганизация, дочка госорганизации, неважно, как это будет структурировано. Важно, что она может кредитовать под залог этих активов. Пускай там будет большой дисконт, пускай будет небольшая ставка, но вот людям надо дать ликвидность. Дальше они же сами будут решать, либо сказать, знаете, что мы не можем, давайте мы вам оставляем, но мы не можем платить. Хорошо, это остается этой организацией, дальше это ее риск. В конце концов, снабдить эту организацию деньгами можно. Теперь мне многие скажут, слушайте, но это же вызовет колоссальную инфляцию. Да, он только хотел сказать. Нет, не вызовет. Объясню, почему. Эти деньги были в системе, эти деньги просто испарились из системы. Ну, то есть, грубо говоря, вот в системе было, не знаю, там 100 тысяч рублей, вот во всей системе было 100 тысяч рублей. Заблокировали 50. Это привело к дефляции, у людей нет денег. Теперь потихонечку разблокируется это. Ну, слушай, у людей будет просто возможность тратить немножко хотя бы. Ты думаешь, они побегут с этими деньгами последними, не знаю, там, покупать яхты и корабли? Ну, это ну, да, феррари. Я думаю, что они будут с этого дела питаться и обеспечивать какие-то свои элементарные базовые потребности. Поэтому не вызовет это никакую инфляцию. И да, вот, хорошо, у нас будет дефляция не минус, там, я не знаю, 0,2%, минус 0,1 будет. Будет у нас инфляция 0,1, там, 0,05. И что? Не об этом надо думать. Думать надо, прежде всего, о восстановлении платежеспособности населения. Вот смотри, мы можем сколько угодно стебаться над европейцами, но что говорит Ристрас? Ребята, чрезвычайная ситуация, мы будем субсидировать населению тарифы. Ну, откуда деньги? Ну, в конце концов, Англия может себе позволить, Великобритания может себе позволить занять на внешних рынках, напечатать, поскольку это резервная валюта, увеличить долг. Ну, и хрен с ним, понимаешь? Иногда надо увеличить долг и спасать свое население, потому что оно потом через налоги тебе вернет. Вот это все надо думать об завтрашнем. Так же и здесь. Да, пускай это вызовет, не знаю, лишний процент инфляции, но и что? Люди будут какие-то семьи от банкротства спасены. Какие-то бизнесы не упадут. Понимаешь, это важнее. Если мы говорим о людях надо думать, помнишь, как там? О людях надо думать. Ну, так вот, это тот момент, когда надо о людях думать. И очень серьезно. Я согласен. Пойдем дальше, а то эта тема такая, я могу завести еще. С этого же вопроса не могу не спросить, потому что тема очень горячая. У людей полыхает просто неимоверно. Это вопрос с ужесточением требований для квалифицированных инвесторов. Вот складывается такое впечатление, что, ну, как мы уже, собственно, сказали, да, аккуратно это слово, это юридический термин, я бы так сказал, который влечет за собой определенные юридические последствия. Я про форс-мажор. Ну вот, складывается впечатление, что вот эти вот инфраструктурные риски каким-то образом связывают с недооценкой рисков инвесторами. Ну, типа, случилась вот такая вот ситуация, и в этом, собственно, виноваты сами инвесторы, потому что они не оценили этот риск. Валер, ты в преферанс играешь? Нет. Ну, если бы играл, то ты бы знал, что на четвертого вольта никто не закладывается. Вот, иначе говоря, предугадать многие риски было невозможно. Когда нам говорили, что, например, фонды Финекса, которые инвестируют в российский внешний долг, надежные, мы о чем думали? Первое. Есть маркетмейкер? Есть. Богатый? Богатый. Поддержит котировки? Всегда поддержит. То есть, здесь проблемы нет. Окей. Что дальше? Состав активов. Это действительно российские госбумаги с небольшой доходностью, но абсолютно надежно, потому что у страны гигантские резервы и маленький долг. Надежно. Ну, значит, наверное, это надежная бумага. Плюс ее можно всегда, поскольку есть маркетмейкер, купить или продать. То есть, в целом, когда говорили, что я не покупал этот инструмент, потому что он мне был неинтересен с точки зрения доходности. Понимаешь? Но я вполне понимаю тех, кто говорил, это надежный инструмент, я буду там делать. Другое дело, могли ли кто-то предполагать, что, например, они будут хеджировать там какие-то риски, и вот это хеджирование их порвет, не могли. Реально не могли, этого никто не знал. И, кстати, они же не жулики, они искренне хеджировали, но там был полет в тралосферу, и вот все порвалось. Может быть, где-то это мелкими буквами написано, но никто этого не знал. Второй момент очень важный. Могли ли мы предположить, что этот маркетмейкер в принципе уйдет? На с чего он должен был уйти? Это бизнес, нормально, он на этом зарабатывал. Понимаешь? Здравый смысл подсказывал. Поэтому люди относились к рискам к этим, как к несущественным. Всегда есть риск. Вот ты идешь около дома, ты смотришь наверх, упадет кирпич или не упадет, ну не смотришь ты. Ну бывает иногда. Не, ну если бы ты был жителем Санкт-Петербурга, на сосули, конечно, смотреть надо, это риск серьезный. А все остальное, ну как-то не закладываешься, потому что, ну знаешь, несущественный риск. По крайней мере, вот летом точно вряд ли. Вот, ну вряд ли. Ну может, конечно, вырастет там сосули какая-нибудь или кирпич из окна там. Гулял по окну, потом упал. Может быть такое, может, но вероятность там, я не знаю, одна миллиардная. Поэтому, ну не закладываемся именно эти вещи. И люди не могли закладываться. И когда им говорили, а что ж вы не предусмотрели эти риски, ну хочется сказать, ребят, ну изменились принципиально базовые условия таким образом, что никто не мог даже это предполагать. Вот и все. Теперь это, ну как бы это теперь уже разговор к пользу бедным. Давай теперь перейдем к нынешней позиции Центрального банка. Центральный банк говорит, слушайте, давайте так. Вот честно, есть риск того, что иностранные ценные бумаги в руках российских резидентов, которые покупаются и продаются через СПБ, будут заблокированы? Есть. Потому что вторая нога, что это такое? Бэнко в Нью-Йорке. Мы все это понимаем прекрасно. Давайте называть вещи своими именами. Это Бэнко в Нью-Йорке. Может ли Бэнко в Нью-Йорке заблокировать возможность, так сказать, покупать эти активы? И может. Что для этого должно быть? Некое усиление геополитической напряженности, когда будет принято такое решение. Может это произойти? Может. Второй момент. Может ли быть заблокирована НКЦ? Может? Может. Ну честно, может. Сегодня мы можем сказать, что может быть все. Могут быть какие-то изменения, которых мы не можем предполагать. Могут. Теперь Центральный банк говорит, мы понимаем, что потом к нам придут и скажут, а вы где были? То есть я не пытаюсь сейчас быть чьим-то адвокатом, я просто пытаюсь рассуждать. Понятное дело. Рассуждают чиновники, ну в Центробанке работают чиновники от финансов, у них работа такая, им надо регулировать и каким-то образом минимализировать риски, прежде всего задача чиновника какая, защищать собственную пятую точку. К нему придут, вот сейчас к ним пришли и сказали, а почему вы, сукины дети, держали деньги в долларах, в иеннах, во франках, в этих самых, господи, британских фунтах и так далее. Вы что, не могли предусмотреть? Понимаешь, это к ним обращаются. А что им отвечать? Ну они правда не могли предусмотреть это. Это физически, потому что у тебя золото валютные резервы, в любом учебнике написано, они должны быть разложены вот так вот. Читайте учебники. То же самое и здесь. Может ли теперь произойти? Они говорят, ребят, мы не хотим, чтобы к нам приходили. Поэтому давайте сделаем так. Если ты квал-инвестор, welcome, делай что хочешь, СБ здесь ни при чем. Ты сам подписал себе приговор. Риски понял? Понял. Подписал, все, иди. С другой стороны, они хотят ограничить количество этих квал-инвесторов. Понимаешь? Правильно ли это политика, по вашему мнению? Мне кажется, не очень. Вот мое такое стойкое убеждение. Понимаешь, Валера, вот когда тебе 30 лет, тебе хочется сказать, что кругом мы сейчас порубаем и все будет хорошо. Это правда. Ну правильно, сейчас мы все решим, будет хорошо. Когда ты за 50, ты немножко смотришь на все другими глазами. Вот я на секундочку себя посадил, допустим, в Центральный банк. Вот чего мне делать? Люди, как бараны, все равно лезут и говорят, а мы плевали на эти риски. Люди потом придут к ЦБ и скажут, а какого хрена? А если не люди придут, то есть правительство придет к ЦБ и скажет, мы в очередной раз накосячили. Что делать в ЦБ? Надо каким-то образом уменьшить, чтобы поставить галку. Чиновник должен поставить галку и сказал, ай-ды-ды-ды. Я это сделал. Ну вот как? Хорошо, экзамены делать. Хорошо, есть такая тема. Там по оборотам. Квайла. Но в действительности они сказали, то есть еще раз говорю, я не являюсь их адвокатом. Они сказали, как нам ограничить? Они сами прекрасно понимают, они очень умные профессиональные люди, поверь. В ЦБ дураков не берут. Это точно, я просто знаю. Если это в ЦБ дурак, он затесался, я не знаю даже как. Я пытался туда устроиться, я знаю, да. Не работают. Не взяли, да? Не взяли. Ну вот видишь. Но мы не будем раздавать здесь этих самых. Короче, смысл следующий. Они прекрасно понимают, что это дебильный критерий. Что человек, у которого 29 миллионов, и человек, у которого 31, вот у них разница по IQ не этим измеряется. Понимаешь? Не этим. Но им надо формально что-то сделать. Уменьшить количество инвесторов. Чтобы потом, если, не дай бог, что-то произойдет, а они же понимают, что произойти может. Ну как бы вот мы предохранили, вот там 2 миллиона человек спасли, мы молодцы. Понимаешь? Голоку поставили, все отчитали, все поделали. Ну вот. Теперь что делать инвесторам? Есть несколько вариантов. Вариант первый. Спорить с СБ глупо. Понимаешь? Дело в том, что тот прав, у кого больше прав. Ну можно ходить петиции вокруг Центробанка с криками, они такие нехорошие. Можно. Элементарно можно. Только ни к чему не приведет. Вариант второй. Открыть счет на иностранном брокере и работать там. Нет у тебя ограничений. Ну, Айби пока работает, работает. Какой риск Айби? Опять же, есть риск. Но там, где не заблокируют активы. Если будет решено избавиться от русских, такое может произойти. Ну, тебе скажут, знаете, что уже опыт есть с брокерами как. Тот же Саксо-банк. Он же не сказал, все, я всех блокирую. Нет, он сказал, ребят, извините. Да, вот вам срок. Да, вот вам срок, вот вам это, выпускной билет. Идите отсюда. Но никто же никому не блокирует. Понимаешь, другое дело, что будет сложно куда-то, логистика, все прочее. Но, тем не менее. Ну, так открыть счет на иностранном брокере и делать все. Тогда вы уже не в юрисдикции Центрального банка. Он может сказать, ребят, вы действовали на свой страх и риск. Кроме Айби есть брокера? Есть брокера. Например, я сейчас задружился с ребятами из одного израильского брокера. Они работают с русскими? Работают. Правда, с теми, у которых есть израильский паспорт. Вот такой нюанс. Но готовы принимать деньги из России. Лично посылал, знаю. Есть там гонконгские ребята, но есть, идут переговоры. Есть индийские. С ними сложнее. Ты же понимаешь, что мы тоже мышей ловим, пытаемся найти какой-то вариант. И все пытаются. Но с индийцами сложно. Они предпочитают работать на локальном рынке. Тоже, кстати, интересная тема. Ну, окей. Итак, вариант первый. На иностранном брокере. Вариант номер два. Стать квалом. Пойти сдать экзамен. То есть, опять десятый получится. Ну, вариант. Вариант третий. Забить чертовой матери на фондовый рынок. Сесть в депозит и сказать. Видел я всех гробового с белых тапчиков. Вариант четвертый. Пойти на российский фондовый рынок. С вариантом четвертым все было бы хорошо, если бы не одна проблема. Маленькая эта песочница, которая живет по своим законам. О чем я говорю в ЦБ. Я говорю, ребят, вы загоняете. Может быть, вы и правы по-своему. Я вас понимаю. Но куда вы людей гоните? Вы им понижаете уровень риска? Манипуляции есть? Есть. Вот эта шуточка. А я прямо назвал своими минами. То, что произошло с «Газпромом», извините, это инсайдеровская торговля. Вообще нет сомнений. Да, я понимаю, что вы с этим будете разбираться. Но как бы разбирайтесь. Потому что это убивает доверие. Вам надо вернуть доверие. А что такое возвращение доверия? Вот есть косяк. Вот виноватый. Вася Пупкин. Вася Пупкин наказан. Конкретно. Потому что конкретно... Ну, об этом можно только мечтать. Помнишь, как у Жванецкого? А вот если, говорит, все подорвутся на мини, но об этом можно только мечтать. Да, да. У Жванецкого. Вот. Теперь. Вариант номер два. Вы загоняете людей куда? Где нет информации? Где отчетность по компаниям? Где отчетность по банкам? Мы что, понимаем, что там происходит? Вот так. Сидим, гадаем. Второе. Вы загоняете рынок на рынок, где манипуляции и где низкая ликвидность. И, следовательно, высокая волатильность. Сегодня одна бумага улетела, а завтра она упала. Слушай, нет. Для спекулянтов рай. Мне иногда даже смотрю. Ой. Купил Белугу. Хорошо. Классно. Купил Литскачек. Классно. Продал. Аквакультуру купил. Вау. Вообще довольный как слон. Тут Черкизовый на днях прикупил. Опять же пошло вверх. Тут обрала дежурь. То есть, понимаешь, в принципе, оно, конечно, неплохо, но в глубине души. Ребята. То есть, приходит какой-нибудь там миллион долларов, и он может убить этот рынок. Просто он может улететь как в одну, так и в другую сторону. Понимаешь? Низколиквидный. Какие минусы на нашем рынке, кроме этого? Вот сейчас GDR будет приходить. Будет расконвертация. Значит, будет давить это на рынок. Но это хорошо, это повысит ликвидность. Долгосрок повысит. Но что делать с инсайдом, с манипуляцией? Что делать с неуважением права инвесторов? Что сделать, что у нас инвесторы разных сортов? А мы что, не помним этого? У нас память отшибла? Помним очень хорошо. С недостатком информации. С, наконец, инфраструктурой, которая монопольная в руках государства. Вы скажете, а есть питерская биржа? Ну, есть. Вот сейчас посмотрим, когда дышать будет в нынешних условиях. Поэтому мы загоняем людей туда, где вроде как риски меньше. Только есть свои, как из того анекдота, нюансы. И они не всегда приятные. Вот такая вот штука. Извини за многословность. Не, максимально подробно. И, собственно, я бы хотел вот всем, кто нас смотрит, сказать, что стоило бы озадачиться, наверное, по получению статуса квалифицированного инвестора по старым правилам. Потому что по новым правилам, там 6, если 6 миллионов где-то можно накружить, выкружить. За 30-ку уже будет тяжеловат. Ну, вот, соответственно. Поэтому лучше пробежаться и по старым правилам получить квала у брокеров российских. Пока можно. Пока можно. Тем более, они смотрят на совокупности. Но, опять же, вот, ты понимаешь, там тоже очень интересный вопрос. Вот у них там 5-10%, да? А вот каких средств? Вот заблокированных тоже или не заблокированных? Там много непонятных. Да, там конкретизировать надо массу вещей. Я согласен. Да, так что там тоже вагон и маленькая тележка всего. Но, а как я это дело оцениваю? Слушай, ну, я оцениваю это как некую реальность. Где каждый пытается что-то сделать. Где инвесторы кричат, вы что из нас держите за малых детей? Дайте нам самим решать. Они во многом правы. Я смотрю на Центробанк, который говорит, ребята, ну вы правда во многом малые дети? И, слушай, честно, я вижу действительно, ну, люди не понимают часто, что они делают. Ну, правда. Например, я вижу людей, которые вдруг вложились, я не знаю, там, в евробанды. У них не заблокировано. Счет там на IB. Пожалуйста. Мне приходит клиент. Ой, а чушь у меня так евробанды-то мои упали. Надежных компаний. Ему хочется сказать. Дорогой мой, черт возьми. А ты что-нибудь про дюрацию слышал? Ты понимаешь, что идет рост стремительный? Мы об этом каждый день говорим. Рост процентных ставок. Не сиди в дальних бандах. Бандах с погашением в 39-м или в 45-м лохматом году. Не сиди в этих бандах. Вот тебе 25-й, 26-й год, 27-й. Все. У тебя колебания будут небольшие. Нет. Ну, человек говорит, а там доходность была хорошая. Ну, сиди в своей доходности. Вот это вот неграмотность элементарная. Неумение рассчитать там многие вещи. Бету там рассчитать. Неумение рассчитать, какая будет там функция времени, как будет работать. То есть люди лезут часто в то, что они не понимают. И не умеют определить риски. И не понимают, что такое диверсификация. Вот почему я, прекрасно все понимающий, тем не менее, вот беру какую-то бумажку, на 3% активов, на 5%. Может, я там почти уверен, что она вырастет. А все равно, ну, на 6 максимум. Потому что уже бит много раз. И понимаешь, что когда вот я думаю, что все понятно, нихрена не понятно. Завтра может все произойти и все смешаться в доме Аблонске. Вот так. Поэтому диверсификация, да, нужна. А там меньше заработаешь. Но если что-то произойдет, тебя это не убьет. А люди этого не понимают. Вот сегодня я консультировал тут одного очень уважаемого человека, клиента. Я сейчас нахожусь в Лимассоле, на Кипре. Вот мы встретились. Он мне говорит, какие вот ты посоветуешь евробанды? Я говорю, ну, вот, 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 вот. О, слушай, классные. Ну, куплю я три евробанда. Я говорю, нет, батенька, ты купишь 15. Он говорит, а почему? Я говорю, ну, представь себе, что один из этих трех, вот, все сейчас классно, возьмет и дефолтнет. Но по какой-то своей причине. Поставщики навернутся. Ситуация такая. И у тебя 30% активов? А вот. Зачем? Я говорю, сделай 15. И у тебя там, ну, благодаря этой диверсификации, там, не знаю, 6%, 7% максимум, там, вот, реструктурироваться, еще что-то. Это тебя не убьет. Пускай у тебя будет какая-то средняя по больнице. Сделай свой фонд в этом деле. И все. Это тебя не убьет. Вот как-то так. А люди этого не понимают. Не ощущают. На пальцах. Хотя, вроде, били-били, но до сих пор не понимают значения диверсификации. Это все, знаешь, красивые слова, занудные люди говорят. Нет. Это говорят те люди, которых жизнь била. Это уж по счету седьмой мой кризис. Ну, ничего. Бит. Понимаю. Это серьезно. Правильно. Мы начали уже близко к рынку подходить. Давайте все-таки уже так по более профильным моментам пройдемся. ЕЦБ поднял ставку. На носу наше. Ну, понятно, что это не так значимо, но тем не менее, да, все-таки интересно, что будет происходить. Заседание нашего регулятора и будет вынесено решение по ключевой. Впереди заседание ФРС. Что вообще происходит? В макроэкономике. Вообще, честно сказать, ситуация такая, что тучи, как мне кажется, опять же, тучи начинают сгущаться. Не могли бы прокомментировать, чего ожидать? Да. Ну да, тучи над городом стали. Я понимаю, да. Ну, поехали. Значит, смотри. Начинаем со следующего. Инфляция раскручивается. И пока есть много факторов. Вроде как она может там замедлиться. Там, ты видишь, цены на продовольствие вроде в июле пошли вниз. Вроде как цены на газ, как ни парадоксально, но снизились. Все, конечно, хорошо. Но мы же прекрасно понимаем. Вот выйдет Россия из продовольственной сделки, и цена на ту же кукурузу улетит со свистом. Почему? А потому что объем производства кукурузы гигантский. Более миллиарда тонн по миру. Но экспорт 200 миллионов всего. Экспорт идет как раз в слабые страны, где проблем с продовольствием. А сколько кто экспортирует? Знаешь, сколько кукурузы экспортируют в Украине? Там то ли 15, не помню, то ли 20% от экспорта мирового. А что с ней делают, не пойму. В смысле? Ну, едят. Кукуруза – это такая штука, которая используется. Очень много. Может и водку. Слушай, я не знаю. Я тебе не специалист по этим вопросам. Я тебе другое хочу сказать. Вот чего говорит Путин? Ребята, что за фигня? Вот мы открыли эту сделку, да, Украина поставляет, а у России проблемы. Действительно, это правда. На микроуровне. Многие компании не желают работать с российскими поставщиками, и действительно объем экспорта резко упал. Резко упал. И это никто им сверху не сказал. Ну, как бы комплайнс. Я все время говорю, ребят, вы не понимаете, кто рулит этим миром. Этим миром рулит этот гадский комплайнс. И в итоге многие говорят, ну вот нам комплайнс не позволяет, извините. А итог – снизились объемы экспорта. То есть экспорт Украины как бы идет в рамках сделки? Правда, идет. Под гарантией Турции идет. А экспорт России снизился, потому что, ну вот, не хотят. Дальше. Путин говорит, что 3% только идет в развивающийся мир, остальные загребают себе развитые страны. А почему засуха? Засуха повлияла на то, что, например, объем… Самый крупный производитель в мире кукурузы – это США. Ну, по-моему, один из самых крупнейших. Там под 400 миллионов тонн почти производит кукурузу. Там 300 с чем-то. Так вот. Но экспортируют они относительно немного. У них потребление очень большое кукурузы. Многое строится на кукурузной муке. Слушай, не спрашивай, я не технолог. Так вот, может, правда, самогонь гонит. Так вот, что дальше? Из-за засухи у них примерно 5-6-7% от производства уйдет. Причем, возможно, больше даже. Может, даже 10. То есть, представляешь, 30 миллионов тонн. Это сравнимо с тем, что экспортирует Украина. Теперь представь себе, если будет закрыта сделка. Ну, то есть, не будет сделки. И плюс вот этот недостаток. Примерно 7-8 миллионов тонн не додаст. Это про кукурузу. Не додаст и Европа. Ну, и пошло-поехало. Вот тебе дичайший дефицит. Товар ушел к тем, кто может подороже заплатить. Товар же как идет? Международным трейдерам типа Каргела. Замечательно. Каргел уже продает тем, кому... Ну, как бы так работает система. Каргел выкупал там, оттуда, отсюда, 5-10-го производителей. И продает. Работают так трейдеры. Их много. Что дальше? Они продают тому, кто больше заплатит. Развивающиеся страны не могут заплатить. Может возникнуть голод. А за ними социальные проблемы. Может ли Россия выйти из продовольственной сделки? Да элементарно. Как у нас раскрутится цена на кукурузку? О, как раскрутится. А что это значит? Опять раскрутка продовольственной инфляции пошло-поехало. Поэтому, значит, вот это нынешняя ситуация. То есть расслабляться никому не надо. В Европе, посмотри, какие цены потребители, производители жуткие. Инфляция в Эстонии, в Латвии, Литве зашкаливает за 20%. Это инфляция потребительская, а не цен производителей. Ну вот, так что ситуация очень нехорошая. Что делают Центробанки? Понятное дело, они повсеместно поднимают процентные ставки. ФРС в итоге до конца года, ну не знаю сколько будет, 3,5-4, 3,75, но много. Значит, Европейский Центральный Банк, судя по всему, еще как минимум один раз поднимет на 0,5 или на 0,75. Скорее всего. К чему это может привести? К замедлению экономики. Долги большие. Рефинансировать долги все сложнее и сложнее. Сегодня мы выпустили заметочку на нашем телеграм-канале. Я попросил просто как бы вот моих ребят посесть и посчитать, вот во что обходится ипотека американской семьи. И выясняется, что стоимость ипотеки подражала обслуживание в три раза. Американской семьи, допустим, доход там 80-100 тысяч долларов по году. Туда-сюда. То есть на круг, допустим, на семью остается там 7-8 тысяч долларов. И вот они знают, что на ипотеку они потратят там, я не знаю, полторы тысячи долларов. Но если вдруг они потратят три, то у них все полетит. А у них нет других возможностей. Значит, что они будут вынуждены делать? Либо не платить, либо продавать, либо еще что-то. К чему это? Вот этот рост процентных ставок приведет к замедлению экономического роста, раз. К возможному обвалу рынков, два. К возможному сдуванию пузырей на недвижки, три. Обвалу цен. А недвижка, как мы знаем, это коллектор, обеспечение. Значит, могут посыпаться кредиты многие. И может пойти банкротство, так сказать, домохозяйство тоже. Так что ситуация, на мой взгляд, весьма тревожная. А если мы добавляем геополитику, мы видим, что искрит везде. Если начнется новая волна продовольственного кризиса, то это будет очень серьезно. И с точки зрения социальных проблем, и с точки зрения геополитики. Мы видели, он Казахстан начала года. Бах-трах, и вот что вышло. Я не исключу, что у нас вторая половина года будет очень тяжелая. Впереди будет непростая зима, непростая осень. Вот такая ситуация. Момент такой, я не могу этот вопрос не задать, пользуясь, скажем так, ситуацией. Денег нет, Валер. Денег нет. На правах такого, диванного инвестора. У меня два насыщенных вопроса. Первое, учитывая то, что вы сказали, с покупкой квартиры, наверное, стоит повременить, подождать. Что будет? Это первый момент. Второй момент, я в шорте по S&P, по фьючерсу на S&P. Что-то меня немножко как-то разрывает сейчас. О 395 я зашортил, а декабрь... Подожди, подожди, как это? Что-то, говорит, я очкую, Димон. Да, да, да. Ну, давайте... Кстати, не важно посидеть. Пересидеть, пощуриться. Ну, видишь ли, я же не имею права давать советов сидеть, щуриться, не щуриться. Или только прищуриться. Я тебе могу сказать, что в настоящий момент я в ланге. Но прогноз свой до конца года я сделал. Сделал его еще в середине июля на Ютьюбе. Четко сказал, что, ребята, вот там рынки еще могут порасти. Единственное, я в чем ошибся, я говорил, ну, 400-4200 по S&P. Рынок долетел до 4300. Ну, извините, очень большая ошибка. Потом я сказал, что, скорее всего, будет падение рынков зубцами, не сразу. То есть, оно будет отскакивать и так далее. Но глобально, я сказал, что в глубокой осени я не исключу S&P на уровне 3200, 3500, 3600. Я не знаю, это большой разброс, но я хочу сказать иначе. Я жду больших неприятностей. Почему? Факторы, я сказал уже. И подсушивание рынков, то есть продажа активов, возрастание процентных ставок, начало банкротства ряда компаний, вполне возможно. Крупных будут спасать. То есть, я жду рецессию, которая, скорее всего, приведет к тому, что рынки будут чувствовать себя не очень хорошо. Теперь, почему я в ланге? Ну, извини, я же трейдер тоже, я же люблю порезвиться. Ну, вот четко рассчитал, что падение будет примерно где-то там на 3950, может, 41 с 4300. Но ошибся, опять же, извините. Оно упало на 3880. Ну, вот это залет. То есть, я бы сидел в шарте, но я не делал, я не через шарты, не через опционы, не через фьючерсы. Хотя можно. Я люблю это делать через ETF. То есть, дело в том, что сегодня очень слабая ситуация по семиконтакторам. И я очень активно использую SOX. SOX – это тройной ETN на семиконтакторы, полупроводники. Я понимаю, что технологическому сектору будет непросто, поэтому я активно использую SQQQ. Я понимаю, что, скорее всего, второй эшелон завалится гораздо жестче, чем первый, чем глупые фишки. И, соответственно, я использую TZA – это тройной ETN на Russell 2000. Я понимаю, что, наверное, волатильность будет возрастать. Поэтому, наверное, один из инструментов, связанный с волатильностью, только не VXX, он плохо работает, какие-то внутренние проблемы у фонда. Скорее всего, VXU и так далее, какой-то из этих инструментов можно использовать. Вот я использую эти инструменты. Один раз уже проехались, там что-то заработали, 5-10-15% на падениях. Отлично. Для меня это, вот смотри, как я мыслю. Прежде всего, я продаю все активы. Нет. Знаешь, почему? Почему? Потому что меня бабушка в детстве всегда учила, что я могу ошибаться. Любой интеллигентный человек говорит о том, что я могу ошибаться. Моя задача – заработать, но прежде всего не убить портфель, не потерять. Поэтому, что я делаю? Да, вот на росте я сокращал количество активов. Довел до того, что в портфелях было там 30-40-60% активов. 70%, но не более. Было много. Второе, частично я сидел там на 5-10-15%, не более. Защитных вот этих инструментов, которые растут на падении. Теперь, хорошо, упал рынок. Я вижу, что покупателей там много еще. Рынок бурлит. Технический анализ тоже мне подсказывает, что должна быть какая-то коррекция. Ну, видишь, не ошибся. Я закрыл все шортовые инструменты, которые были примерно на объем там 13-15% в от портфеля. Купил ланги, но немножко поспекулировал. Что купил? Обратное с QQQ – это QQQ. Купил. Ну, вот он сейчас какой-то там плюс, может, 5-7%, 8-9, может, 10. Не считал. Буду закрывать, посчитаю. Дорной тон. Дальше. Я купил обратный инструмент у ТЗА, УРТИ. Траной ТМ на Рассел 2000. Потому что на скоках эта штука будет летать. Вот. Ну, слушай. Еще день, два, три и закрой обязательно. То есть я думаю, что рынки вряд ли улетят. У нас слишком много негатива. Я думаю, что они вряд ли улетят выше, чем 4200, а может, и 400. Сопротивление 4200-4300 где-то там. Ну, примерно. Валера, покажи мне, Валера, покажи мне одного человека, который благодаря техническому анализу стал миллиардером. Я бы назвал. Когда покажешь. Я бы вам назвал, но у нас обидятся подписчики этого человека. Да, и много всяких. Мне очень интересно, кто стал, но расскажешь потом. Да, потом расскажу. Мне неизвестно, а сколько просадили на этом деле, стали маньяками. И вот сидят у экрана, знаешь, ненормальные. Их много. Так вот, короче говоря, я планирую продать. И где-то на уровне 400-4200 буду опять заходить в шортовые инструменты. Но не более, чем на 12-15 и то потихонечку процентов от объема портфеля. Чем больше я буду убеждаться, что рынки стали снова слабые и идут вниз, тем больше я буду увеличивать позицию. По максимуму она, пускай, дойдет до 20%, но не более. Почему? Потому что это тройные инструменты. Значит, по факту я хеджирую портфель, но считай, что на 60-50%. Но у меня же кэш. Таким образом, на падениях мой портфель Ли будет немножко зарабатывать. Там все зависит от беты. От беты тех инструментов, тех активов, которые у меня есть, лонговые. Которые остались, надо всегда считать. Ну и в итоге будем смотреть шарп по портфелю. Вот, я прошу прощения за то, что сейчас выражались всякими разными терминами. Шарп, беты и так далее. Но профессионал на эти вещи смотрит. Моя задача, я тебе объясню, если я прав. Давай рассмотрим два варианта. Я прав и я не прав. Допустим, я прав. И рынки действительно падут к октябрю-ноябрю на уровень 3.200. Окей. У меня много кэша. У меня позиции шартовые 15% превратятся, может быть, в 30% от портфеля. Good. Кэш. Эти 30%. То есть, у меня портфели не упадут, а может быть, даже вырастут. Ну, то есть, я не знаю, что больше упадет там. Молодые лет сама. И я спокойно могу на этих уровнях добирать активы, которые, на мой взгляд, очень дешевые. Какие? Ну, будем говорить на вебинаре. Я, честно говоря, их много. И есть некоторые идеи. Есть идеи очень красивые. Вот сегодня я смотрю в том плане, что по ним риски небольшие. Но вот потенциал там будет, если упадет, так очень большой. Я сейчас говорю не как, знаешь, или фацыган, если вы там 100% заработаете. Нет, там просто это чисто математика. Причем это бандовые инструменты. Многие. Есть и бандовые инструменты, которые позволят неплохо, так сказать, заработать. Почему? Потому что вот это дальнейший мой прогноз. Либо в какие-то ценные бумаги. Потихоньку-потихоньку буду заходить. Полностью затарю портфель. Ну, как, процентов на 80. Если рынок будет 3200-3100. Потихоньку-потихоньку. Потому что может быть и 2800. Ты же знаешь. По самому крайнему варианту. Ну, я не хочу оказаться в ситуации, знаешь, нервно теребить вот эти пальцы. И думать, блин. Помнишь, я только думал про себя, как бы, дабы, черт. Подожди, когда что-то такое возьмет тебя. Вот. Что-то такое. Вот я не хочу оказаться в этой ситуации. Поэтому в любой ситуации хочу чувствовать себя комфортно. Итак, портфели, скорее всего, на этом падении вырастут. Я смогу взять хорошие лонговые инструменты. О каких поговорим. И улететь, если будет рывок вверх. Почему будет рывок? Потому что я убежден, что в какой-то момент ФРС скажет. Минуточку, давайте-ка приостановимся. Мы не можем гробить экономику. Потому что ФРС отвечает за экономику. И вот тогда мы, возможно, сыграем неплохо на лонге. Означает ли это, что рецессия, кризис будет V-образный? Нет, не думаю. Скорее L-образный. Но все равно какой-то большой-большой отскок до конца года я жду. То есть мой прогноз, что до конца года 3,800, 4 вполне может быть. То есть может быть и отскок на этом деле. Это первый вариант. Вариант номер два. Будем болтыхаться как одно место в другом. В проруби. Так вот. Соответственно, может такое быть. Есть такой сценарий. Есть даже сценарий, что может быть рынки улетят. Чем этот сценарий мне грозит, если я занимаю такую позицию? Да ничем. Ну не дозаработаю. Шартовые инструменты. Да, я на них что-то потеряю. На лонгах я выиграю. Кэш. Это кэш. Но не потеряю. Вот таким образом сейчас, мне кажется, наиболее разумная стратегия. Это я не назову ее market neutral. Все равно она больше вниз. Там надо регулировать процентами. Вот. Ну и составом активов. Вот какая моя сейчас стратегия. Сейчас быть максимально market neutral. Есть другой вариант? Евгений Викторович, вот очень много слов вы наговорили, скажем так, сложных для частных инвесторов. И трены, и ТН, и так далее, и так далее. И варианты расчета там в портфеле доходности. И при этом сегодня у вас на канале было сообщение по поводу антикризисного вебинара. Не могли бы поподробнее рассказать, о чем там пойдет речь? А вот, и что это за вебинар там состоится? Ну, смотри. Ко мне сейчас очень многие обращаются с вопросом. Вот, смотрите, давайте так. Вот если действительно грянул грэм, если действительно будет глобальная, так сказать, мадам сижу, я хочу на этом заработать, приходят люди. Другие говорят, как мне не потерять? Этих людей много. Действительно много. Спрос на такого рода информацию сейчас очень большой. Подчеркиваю, я даю свою точку зрения. Точку зрения нашей команды. Но, тем не менее, тем не менее, я полагаю, что, ну, так или иначе, ты понимаешь, есть много людей, которые сегодня искренне не понимают, что делать. Просто не понимают. И заработать хочется, и потерять страшно. Нужна какая-то основа. Моя задача, вот я сейчас формулирую, дать людям основу. Как им даже в этой ситуации защититься? Мы не можем защититься от всего. Есть рыночные риски, хотя об этом тоже будет. Есть структурные риски, мы это убедились. Есть риски, связанные с действиями регуляторов. Есть, наконец, геополитические риски. Вот как нам в данной ситуации сделать так, чтобы, ну, вот наши внуки спросили, так сказать, в итоге, вот что ты сделал в данной ситуации? Ты скажешь, слушай, я сделал максимум. Я в итоге не потерял, я в итоге заработал. Или в итоге я и смог заработать. Или я потерял, но невозможно было не потерять. То есть там возникли обстоятельства, не знаю, высадились инопланетяне и всех нас увезли в плен. То есть это предугадать мы не могли. Но если вот это я действительно не могу предугадать, то какие-то вещи могу. И не только рыночные. Поэтому если мы будем говорить на вебинаре, как защититься от рыночных рисков, как защититься от нерыночных рисков, где держать активы, в какой форме, что, как, почему, зачем, что делать с золотом, там, ну это золото, ладно, бог с ним. Но хотя это тоже тема. Вот, то есть моя задача показать, какие инструменты, если будет сильный отскок, смогут отрасти хорошо. Мне надо показать, какие инструменты не будут падать, какие отрасли будут защитными. Мне надо показать, как можно на бандах обалденно заработать. Вот простой пример, слушай. Март месяц, только открываются торги. Антикризисный портфель. Половина банды, половина акции. Это сознательное решение. Почему? Потому что понятно было, что рано или поздно начнут снижать ставку. Снижение ставки для бандов – это кайф. Ну вот, замечательно. Бандовая часть дала заработать бешеные деньги и не позволила портфелю просесть, когда рынок акций просто валился в тар-тар-аре. Портфель немножечко просел, ну чуть-чуть. Но банды поддержали снижение ставки. Я думаю, что если мы будем закладывать то, что в какой-то момент, но они не могут поднимать ставку выше 4-4,5%, у них посыпется вся ипотека, просто все посыпется, понимаешь? Не могут они этого сделать, хоть ты тресни. Не могут они сейчас, как Пол Волкер, взять и на 20%. А это значит, что в какой-то момент пойдет обратное движение. А это значит, что на бандах можно очень сильно заработать. Только надо знать, в какой момент. И надо иметь кэш. И в какой форме надо понять иметь кэш? Тоже вопрос. Вот в какой форме? В юанях нет? На каком брокере? Вот, ну я смеюсь. Задача этого вебинара – сделать так, чтобы человек после него вышел, был вооружен идеями понятными, планом действия. У него четко… Понимаешь, моя главная задача, чтобы у человека все в голове структуризовалось четко. У него был план действий. И не один, а несколько. Если происходит это, я делаю раз, два, три. Если что-то меняется, я делаю раз, два, три. И он не думает, вернее, он думает дальше, но у него все понятно и расписано. Валера, мы не можем предугадать все. Но наша задача, если мы дадим людям какую-то основу, и они смогут смотреть на все спокойными глазами и не нервничать, ну, наверное, это будет интересно. Стоимость семинара небольшая, так что цена лекарств будет дороже намного, если начать слишком нервничать. Я ссылку разместил в чате. Вот, я думаю, что кому интересно, можно переключиться, посмотреть. Все-таки я хотел уточнить вот такой момент. Вот сейчас очень много, кстати, вот этих вот вебинаров заводят, в том числе и бесплатных, и платных, различных всяких. И зачастую там вот информация, она, скажем, достаточно в таком абстрактном формате. Ну, типа, вот это вот упадет, это будет расти. Правильно ли я понимаю, что на вебинаре, я просто спрашиваю сам, как место, которое будет смотреть этот вебинар. Правильно ли я понимаю, что мы будем говорить там в частности об активах, о конкретных компаниях, соответственно, о том, что, ну, вот, о привлекательности компаний в рамках текущего кризиса, вероятного кризиса для частных инвестиций. Да черт его знает. Подожди, меня тут в отвалике. Подожди минуточку, повтори вопрос, может быть, я его и не понял. Да, я спрашиваю о том, будете ли вы на вебинариях обращать внимание на конкретные компании из конкретных секторов? А, буду, конечно, буду. Вот это интересует, потому что это очень важно. Как я сказал, очень много сейчас вебинаров на эту тему появляется, информация достаточно абстрактная. Там какие-то макроэкономические прогнозы, этот сектор упадет, этот вырастет без конкретики. Хотелось бы все-таки реально видеть конкретику, потому что я... Нет, 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 Валер, извини, я тебя сразу перебью. Прости, пожалуйста, что перебил, но я понимаю. Смотри, люди заплатят деньги. Я всегда с огромным уважением отношусь, если люди платят деньги, они должны получить конкретику, а не болтовню. А вот, знаешь, а вот что будет, если вот тогда вот, вот тогда может с одной стороны, а с другой стороны, вот ля-ля-ля-ля-ля-ля, вышли и не поняли, чего получили. Нет, так работать нельзя. Если люди заплатили, ну, так вообще работать, вопрос не денег даже. Просто, если люди пришли к тебе, они должны получить максимум понятной информации. И самое главное, очень конкретные вещи. Ты же помнишь этот анекдот про аналитиков, когда ты встречаешь у лифта, ты кверх или вниз? Не, не знаю. Ну, потом расскажу. Смысл такой, что, не, ну как, приходит трейдер, стоят аналитики у лифта, поймал их наконец-то, говорит, ну, ребят, вот вы определитесь все-таки хотя бы вверх или вниз. Так вот, понимаешь, моя задача сейчас дать людям конкретные кейсы. Опять же, я не могу давать рекомендации, не могу сказать, вот возьмите, купите Coinbase, или возьмите, купите там, я не знаю, или возьмите, не знаю, купите какой-нибудь бунг. Нет. Моя задача, вот в чем, человек, допустим, работает на американском рынке. Он видит 5, 10, 15 компаний. Вот он, вот у меня есть клиент, он постоянно, Женя, как дела у Теслы? Я говорю, у Теслы все хорошо. Я говорю, слушай, а ты что, только Теслы? Ну да, как-то вот я только на Тесле, но я за голову хватаюсь, бегаю. Вот. Человек обычно следит за тремя, пятью, десятью, двадцатью компаниями. Все. Моя задача расширить вот это вот, понимаешь, горизонты, показать ему 50 компаний, 40, 80, 100, показать какие-то интересные сектора, дать ему возможности как бы смотреть шире. Потому что те же самые Тиеных, знаешь, сколько? Мы говорим, СОКС-ТОЗА, да их в действительности 20-30, у меня каждый раз там 50-100. И меня люди спрашивают, а чего только на этих? Ну, я же тоже еще не там, где потерял, а под фонарем. Работаю. Я шучу. Поэтому я стараюсь скажем так, дать максимум, но я не волшебный. Я не могу дать там 800 Тиенов, которые есть. Какой из них будет идти эффективнее? Может, средний в больнице? Может, Тиенны и Тиены? Я не знаю. Поэтому я полагаю, что моя главная здесь задача, еще раз говорю, это дать людям максимально конкретные вещи. То есть у них будет и философия того, что происходит, и понимание, и одновременно. Вот есть, ну, например, семейкондакторы. Мы же понимаем, что им дали огромные субсидии. Кто из них выиграет? Кто в итоге сможет много заработать? У кого будет ситуация хорошая? NVIDIA там, AMD там, Intel, еще кто-то. Кто? Об этом мы будем говорить. Но это так, в частности. Мы будем смотреть на очень большой компании и российских, и нероссийских, и чего угодно. То есть наша задача, чтобы человек вышел оттуда, да с распухшей головой. Это правда. Потом пускай переваривает неделю, другую, третью. Но, по крайней мере, у него будет понимание, и я не буду навязывать свою позицию. Моя задача дать ему варианты, и как он может на этом заработать. Причем не только спекулятивный, боже упаси. Главное, не потерять и чувствовать себя хорошо. Вот и все. То есть я, по большому счету, придя к вам, ну, если у меня там, условно, есть какой-то портфель, после мероприятия у меня будет четкий вектор того, каким образом можно, скажем так, захажироваться и снизить иски. Ну, ладно, захажироваться не в общепрактическом смысле, а понятно, что я имею в виду. Окей, я понял. Хорошо. Тогда у меня заключительные вопросы, которые, соответственно, прилетали, во всяком случае, ко мне в Инстаграм. Кризис 2008 года. Сейчас там, тогда было непонятно, сейчас нам всем понятно. Недвижимость, CDS и так далее. Вот сейчас ситуация какая-то крайне непонятная. Вроде очень много плохих, скажем так, предпосылок, негативных факторов и непонятно, откуда прилетит. Вот какие это все? Правильно ли я понимаю, что не очень дела в логистике, не очень дела в энергетике, в продовольствии, в долговой кризис, как вы сказали, и социальное напряжение. Возможно ли вкратце, там буквально парой тезисов пробежаться по каждому? Давайте с энергетикой начнем. В чем проблема относительно энергетического сектора? Что не так? Да, тем, что многие предприятия банкротятся, потому что не могут платить столько за энергию, а семьи, домохозяйства банкротятся, потому что не могут платить коммуналку. Все просто. Вот как бы здесь все элементарно. И чем выше цены на энергоносители, тем больше проблем и в еврозоне, и в Америке. Слушай, стоимость головы он уже просто зашла. Ну, хотя она немножко пошла вниз. И для многих, кто связан с энергетикой, и транспорт, и логистика, это бьет очень сильно. Это удорожение сдержек, это расходка инфляции, пошло-поехало. Но не все могут переложить свои затраты. Многие, кстати, это будет один из предметов нашего разговора, многие могут переложить свои проблемы на потребителей. И потребители, как зайчики, будут платить? Потому что, ну, те же операторы телефонные. А что ты будешь делать? Ты не будешь... Останешься без связи? Нет. Будешь разговаривать? И есть ты будешь. Есть базовые сегодня потребности. Связь, еда, питье и так далее. А есть какие-то потребности, от которых ты откажешься, и у компании может быть резкий обвал. Так вот, подожди, я что-то задумался. Улетел. Социальная сфера интересует. Да. Так вот, варианты развития кризисов. Вообще, какие могут быть? И что может быть? И где может быть? Смотри, есть слабые страны. Может вдруг произойти дефолт каких-то стран а-ля Пакистан и так далее. Пакистан запросил, кстати, помощи у ЛВФ, по-моему, или у Смирного банка, не помню точно. Запросил. То есть, могут рвануть там долговой кризис. Могут начаться геополитические или социальные проблемы, которые приведут где-то к смене режимов и к нестабильности, из-за которой взлетят цены на теле и на комодитис. В конце концов, у нас есть Ближний Восток, где всегда неспокойно, всегда что-нибудь может произойти. У нас есть такая замечательная страна, как Иран. Рядышком лучшие друзья Ирана это Сфудовская Аравия, еще лучше, еще более лучшие друзья это Израиль и так далее. Наконец, есть у нас, я не устаю об этом говорить, конфликт в Северной Африке. Много. Ну и Марокко, так сказать, и его сосед тоже постреливают и там их хорошо постреливают, так душевно. Вот. Могут где-то прекратиться поставки нефти, нефтепродуктов, что может увеличить хаос, скажем так, системы. Вот это тоже вполне возможно. Наконец, что еще возможно? Банкротство каких-то компаний. Да, здесь научились, здесь научились, что лучше дать денег, чем получить Лемон Брадерс. В этом плане все здорово. Вот. Поэтому, если ты меня спрашиваешь, как оно может пойти, какие сценарии, ты знаешь, посмотри, что происходит сегодня с десятилетками. Только недавно десятилетки Германии 0,7 были, там буквально полтора месяца назад. Сегодня уже 1,7. А Франции 2,3. Но сейчас 2,2. Чуть-чуть снизились. Это доходности по десятилетним облигациям. А это очень серьезно, понимаешь? Это, в принципе, преддверие долгового кризиса, потому что, посмотри, что происходит с итальянскими десятилетками, а что с греческими. Вот тебе тоже тема. Теперь, вот этот экспорт инфляции, он идет на весь мир. Но, ты же понимаешь, что он приводит, почему доллар так растет? Да это отток. Денег со всего мира. Когда страшно, всем бежим в доллар. Доллер, доллер, доллер. Поем ему, так сказать, аллилуйя, что завтра погибнет во славу, так сказать, во имя, и растет. Ну, такая жизнь смешная. Так вот, бегство с развивающихся рынков могут спровоцировать обвалы на этих рынках. И, соответственно, дефолты, и, соответственно, там проблемы. А начнется все с рейтинговых агентств, которые начнут резать рейтинги тех или иных стран. Это будет приводить к оттогу инвесторов. Ну, а дальше уже все это мы проходили, эти песенки, начиная сначала. Валер, сценариев может быть очень много. А может быть вялотекущая шизофрения. Ну, я думаю, что в какой-то момент вялотекущая шизофрения приведет к какому-то обвалу. Ну, такому V-образному. Дальше уже будет развиваться по L-образному сценарию. Вот. Но это мое мнение. Еще раз говорю, я полагаю, что 22-й год, вторая половина его, 23-й год, и, возможно, даже 24-й год будут очень тяжелыми годами. Мир очистится от излишнего кредита, от излишнего долга, но ценой потери большого количества, так сказать, активов и больших проблем у людей. Поэтому мы просто должны это понимать и четко планировать наши действия вперед. Вот от того, как мы живем, как мы выстраиваем свой бюджет, во что мы вкладываемся, как мы выстраиваем поток своих доходов. Вот я сегодня сидел с человеком, и вы разговаривали с ним о его потоке личных доходов. Вот с чего, как, почему, зачем, налоги, юрисдикции, да много чего. Сейчас столько вариантов и одновременно столько проблем. Наши соотечественники, они сейчас везде сидят и ломают голову, как им жить. Много чего. Вот так. Мрачновато. Мрачновато. Почему мрачновато? Многие на этом кризисе заработают и бешеные. Ты знаешь, я достаточно неплохо смог заработать в период 98-го года. Тогда многие торговали долгами банков, так сказать. Было такое дело. Можно было. Всегда есть возможность. Слушай, вот у меня товарищ, я уже много раз рассказывал, повторюсь, занимается параллельным импортом. Прекрасно себя чувствует. Продает зерно на вырученные деньги, покупает там что-то там он покупает, какие-то масла, я не знаю. Я вот не специалист. И привозит уже в Россию и продает. Два конца делают. Прекрасно себя чувствует. Парень подсуетился, умный. Ну вот. Поэтому еще раз говорю, любая проблема это опотюнитесь. Точка. Надо это понимать. И у меня масса друзей, которые что-то начали делать, экономные, которые позволяют людям быстро решать проблемы, заотносить небольшие деньги. Нужно оглянуться вокруг себя. Может быть, у тебя экспертиза такая, что она может востребоваться, востребована быть настолько, что этот кризис кого-то может сделать миллиардером. И сделают. Появятся новые миллиардеры, благодаря этому кризису. А может, кризиса не будет. Все может быть. Окей. Сергей Борисович, основная часть, наверное, все, что я запланировал, я спросил. Огромное спасибо, что уделили время. И, ну, в действительности разговор был интересный. Мне кажется, что в любом случае надо присутствовать на вебинаре, о котором вы говорите. Потому что это важно, да, потому что нам, в принципе, опыт 20-го, кризисе 20-го года, предпандемийного, скажем так, падения на рынках это показало. Люди в действительности вроде как слышат звон, но не знают, где он. И в таких экстремальных условиях необходимо знать, на что смотреть, на что обращать внимание, что если в портфеле выкинуть, что наоборот добавить. Большое спасибо. Счастливо. Друзья, огромное вам спасибо за ваше время. Надеюсь, что-то рассказали интересного. Хотя, мне кажется, сегодня ничего нового особо не говорил. Кажется, что более интересные вещи, да, они будут присутствовать на вебинаре. Там много чего. Там будет большая кропотливая работа большого коллектива, потому что там действительно мы дадим результаты очень большой работы. Это будет не ля-ля-ля. Это будет много, очень конкретики. Счастливо. До свидания, Григорьевич. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Спасибо.